Здравствуйте, уважаемые любители шашек! Сегодня я вам расскажу, что такое оппозиция и какие виды оппозиции бывают в русских шашках. Друзья, что же такое оппозиция в шашках? Оппозиция это противостояние белых и черных шашках. Вот рассмотрим данную позицию. В этой позиции очередь хода невыгодна. Чья очередь хода, тот и проигрывает. То есть если хода белых, то куда бы белые не пошли, либо на Е3, либо на С3, черные рубят последнюю шашку белых и побеждают. То же самое происходит при ходе черных. Куда бы черные не пошли, белые рубят единственную шашку черных и побеждают. Есть еще несколько видов оппозиции. Есть так называемая ближняя позиция, то есть когда шашки находятся в непосредственной близости. Вот допустим такая может быть оппозиция. Есть так называемая дальняя позиция. Ну давайте рассмотрим. Вот сперва такую позицию, то есть это дальняя позиция. В этой позиции также чья очередь хода, тот и проигрывает. То есть обратите внимание, куда бы белые не пошли, то есть черные повторяют ходы белых. То есть занимают ту же вертикаль, на которой находится шашка белых. Сюда, 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 сюда. Если бы белые пошли в эту сторону, ну пошли в эту сторону также. Сюда, 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 сюда. И белым остается только отдать шашку. То есть еще есть вот такая позиция допустим. В этой позиции обратите внимание, то есть шашки находятся на смежных вертикалях. То есть наоборот тут, чья очередь хода, оппозиция будет выгодной. То есть если очередь хода белых, то они занимают смежную вертикаль с черными и побеждают. А если очередь хода черных, то уже они занимают одну вертикаль с белыми и побеждают. Куда бы белые не пошли, надо отдавать шашку и белые проигрывают. Ну еще есть, обратите внимание, вот такие, такого вида позиции. То есть тут возможно так называемая пробежка я называю. То есть если очередь хода белых в этой позиции, то несмотря на то, что оппозиция в пользу белых, черные могут достичь ничьей. То есть смотрите, белые идут на сближение с черными. То есть если черные сейчас пойдут в эту сторону, также на сближение с белыми, то белые уже победят с помощью оппозиции. Но черные рассчитали этот вариант и поэтому они уходят в другую сторону. То есть белые не могут победить. И белые, и черные идут в дамки. И позиция, вот эта партия заканчивается ничьей. Давайте теперь рассмотрим, как меняется оппозиция из-за размена. И какие виды разменов бывают. Ну во-первых, бывает обычный размен и бывает скользящий. Ну давайте попробуйте оценить вот эту позицию при ходе белых. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти победу за белых. То есть неважно, чья очередь хода, белых, черных, в этой позиции белые побеждают всегда. Давайте покажу. Если ход белых, то они играют gf2. Ну у черных единственный ход hg7. И теперь белые выводят в игру свою отсталую шашку h2. И куда бы черные не пошли, белые побеждают ходом gf4. И черным остается только жертвовать свои шашки. Конечно, они проигрывают. Друзья, хорошо. Изменим очередь хода. Допустим, очередь хода в этой позиции черных. Черная игра gf7. И друзья, в этой позиции, уже обратите внимание, белые размениваются. То есть отдают шашку и рубят шашку черных. И в этой позиции, опять же, куда бы черные не ходили, побеждают белые. То есть сюда, 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 сюда. То есть сопротивление тут уже бессмысленно. Можно сдаться за черных. За счет чего это произошло? За счет того, что белые в начальной позиции обладали возможностью размена. То есть, друзья, размен как раз является, в соответствии с основными принципами игры, плюсом позиции у того, у кого есть размены, так сказать, он обладает преимуществом. Скорее всего. Но не всегда. Бывает, что и такие позиции парадоксальные, что вроде бы у вас есть, как сказать, размен, но на самом деле позиция проигранная. Давайте рассмотрим еще вот такую позицию. То есть обратите внимание, в этой позиции, допустим, ход белых. Размениваться белым невыгодно. То есть если они разменяются, а позицию уже займут черные. То есть сперва дальнюю позицию заняли. То есть шашки белых и черных находятся на одной вертикали. А затем, куда бы белые не пошли, черные занимают уже ближнюю позицию и побеждают. То есть в этой позиции, обратите внимание, меняться невыгодно. Поэтому белые играют gf2. Теперь черные играют fe7. Лучший ход. И белым надо играть именно fe3. Потому что если играть hg3, то черные успевают сделать как раз вот эту самую пробежку. То есть успеть пробежать в дамке. И партия закончится в ничии. То есть в этой позиции белым надо играть ходом fe3. И вот теперь, куда бы черные не пошли, все равно выигрывают белые. То есть если в эту сторону, мы пойдем сюда. Если в эту сторону, то мы все равно идем в эту сторону за белых. И обратите внимание, черные нападают на шашку белых. И белые жертвуют шашку. То есть черные рубят и белые рубят. То есть обратите внимание, как бы скользящие шашки белых и черных сделали такое скользящее движение. То есть черные побили в эту сторону, а белые в эту. Как бы видите, они соприкасаются, грубо говоря, друг с другом. Вот именно этот размен и называется скользящим. Друзья, скользящий размен не меняет оппозицию. То есть обычный размен меняет оппозицию на противоположную. А скользящий размен не меняет. Ну давайте еще расскажу несколько слов, что такое, допустим, усиленная позиция. Давайте расставим следующую позицию. Будет небольшая мини-комбинация, так скажем. То есть обратите внимание, ход белых в этой позиции, у белых есть размен. То есть можно так разменяться. Можно разменяться, сделать двойной размен. То есть два размена у белых. У черных, если бы ход черных был, также есть два размена. Можно GF4 разменяться, можно AB6. То есть в данной позиции ход белых. И за счет того, что они обладают разменами, они в этой позиции побеждают. Как это делается? Белые жертвуют шашку и затем отыгрывают ее. То есть отдали две шашки, побили две шашки. Совершили двойной размен. И обратите внимание вот на положение этих шашек, белый и черный. То есть в этой позиции, чей бы ход ни был, все равно побеждают белые. То есть в данной позиции ход белых, ой, черных. То есть им остается только сюда играть, потому что если они будут двигать эту шашку, то белые пройдут в дамки. Белые играют в БА7. И обратите внимание, куда бы черные не пошли, все равно придется им пропустить белых в дамки. И белые выигрывают. То есть, еще раз рассмотрим эту позицию. Белые с помощью двойного размена заняли так называемую наивыгоднейшую оппозицию. То есть, а представим в этой позиции, что был бы ход белых. Но все равно белые занимают. Видите, ту же вертикаль с черными. И куда бы черные не пошли, все равно выигрывают белые. Вот такая интересная позиция. Ну, давайте я вам еще покажу несколько позиций. Что такое так называемая усиленная позиция. То есть, в этой позиции, обратите внимание, белые могут, конечно, ничью сделать, пожертвовать шашку и прорваться в дамки. То есть, и черные, и белые прорваются в дамки. Позиция становится ничейной. Но в данном случае белые могут с помощью жертвы шашки даже выиграть. То есть, белые играют FG5. Черным надо уходить. Белые жертвуют шашку. И занимают так называемую усиленную оппозицию. Обратите внимание, куда бы черные не пошли, все равно побеждают белые. То есть, ну, в эту сторону пожертвуют. Белые поставят дамку. И отрезали шашку черных. То есть, пошли, побили, выиграли. А если бы черные пошли в другую сторону, то есть, в этой позиции, если бы черные пошли сюда, то белые просто ставят так называемый рожон. Это положение шашки на шестой, шашки белых на шестой горизонтали белых, а за черных, допустим, на третьей горизонтали. И куда бы черные не пошли, все равно они проигрывают. То есть, если жертвовать сюда, то белые занимают оппозицию. А если, допустим, отдавать в дамки, пропустить, то черные не успевают пройти в дамки, также белые побеждают. Ну, давайте еще рассмотрим одну позицию интересную. Будем на этом заканчивать сегодня. Значит, в этой позиции ход белых. Обратите внимание, что оппозиция в пользу черных. То есть, ну, давайте представим, допустим, если мы пойдем сюда, то черные займут... Здесь оппозиция уже стала как бы... Ближняя оппозиция, тут дальняя оппозиция. И ход белых. Получается, куда бы белые не пошли, все равно побеждают черные. То есть, пойдут сюда, 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 сюда. Выигрыш. Если пойдут, допустим, сюда, ну, тут уже можно, допустим, пойти сюда. И приходится жертвовать шашки. Но все равно... Так. Черные. А нет, в эту сторону лучше пожертвовать так. Если белые пойдут в эту сторону, то лучше всего сыграть вот так. В этой позиции. Прошу прощения. То есть, если сюда, то опять оппозиция. А если сюда, то черные уже идут в любки. То есть, положение двух шашек. Вот. То есть, зашли в любки. Называется, бери любую. Куда бы белые не играли, все равно побеждают черные. То есть, так играть нельзя. Если, допустим, играть сюда или сюда, то обратите внимание, черные займут наивыгоднейшую оппозицию. То есть, вот, помните предыдущий пример. А здесь наоборот. В точности наоборот. То есть, пошли сюда, сюда. Надо и уйти. И черные побеждают. То есть, в этой позиции, путем простого расчета, понятно, что надо как-то играть неожиданно за белых. Белые играют ж, аж, два. Вроде непонятный ход, но на самом деле, это единственный путь к ничьей. Теперь сильнейший ход за белых поставить, так называемый, рожон. Белые теперь играют аж, три. И лучший ход за черных, де, семь. Лучшая возможность. Но, тем не менее, в этой позиции, все равно белые делают ничью. То есть, делают, так называемую, пробежку. Играют c, б, четыре. Но, обратите внимание, если черные двинут шашку сюда, то белые уже пойдут, допустим, b5. Черным приходится играть сюда. И белые успевают пройти в дамки. То есть, видите, черные не могут поймать. Одного темпа, так скажем, не хватает. Белые успели пройти в дамки. То есть, в этой позиции, в этой позиции черным лучше всего так же сыграть сюда. И теперь уже белые, обратите внимание, играют bc5. То есть, черные ставят шашку на поле е1. На поле е1. И белые жертвуют шашку и прорываются в дамки. Вот такая интересная ничья. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok